Разберем вот такую особенность, от чего же зависит крепкое здоровье, ну и естественно продолжительность жизни. И вот как раз наш разговор последний, вот этим все я отвечаю, причины, следствия, последствия и выход из них, будем говорить, подталкивают к разбору вот этого феномена здоровья, либо его отсутствие. Долгая жизнь, либо короткая жизнь. Что же там основа? Все мы так видим питание, все мы видим там, человек занимается, и в то же время видим, что люди, которые и не занимаются, и не питаются, и ведут довольно-таки такой нездоровый образ жизни, живут и здоровее и дольше. Не все, но если такое, если такое, в чем же заключается? Я как раз сейчас уже, будем говорить, заканчиваю четвертый том целительных сил, то есть я его привожу в PDF, в тот вид, в котором я его выставлю в библиотеку. То есть примерно как я его задумаю, так я его и выставлю, делаю. Читаю, и знаете, вот такое чувство, как гордость охватывает, что такая книга написана не на какой-то, значит, не на сьютный момент жизни, а объясняет очень многие вещи, и в частности вот эти. Что там, значит, я нашел в различных источниках, когда работал над сознанием. Я, значит, обнаружил следующее, ну, отбросим даже карму, тот кармический шлейф, который человек тянет в эту жизнь. Отбросим его, потому что многие говорят, что этого нет, жизнь одна и так далее. Ну, вот, жизнь одна. Первое. Исследования ученых показывают, что уже во время зачатия последующей беременности, в зависимости от того, какая обстановка окружала мать, в зависимости от того, что она испытывала, как переживала, более того, исследование есть, а собиралась ли она сделать аборт, прерывать беременность, или нет, вот этот период девятимесячный. А сильнейшим образом отражается она на последующей жизни человека. Значит, были проведены исследования, которые показали, что если мать хотела прервать беременность, то в последующей жизни эта угроза отразилась на человеке, на его сознании, на его чертах характера, поведения так, что он стал агрессивным, то есть на любую угрозу он уже может не адекватно реагировать, он реагирует слишком бурно, потому что он даже не понимает движущий причин того, почему он это делает, а это все идет оттуда. далее. Начинается после рождения детский период жизни. И опять-таки тут что за родители вам попались, как они к вам относятся, там насколько они воспитывают вас, что-то там влаживают, или же вот типа как я рассказывал про Иосифа, Сталина недовольный жизнью считает, что жена нагуляла ребенка, что он не его постоянные скандалы, драки, избиения. Естественно обиды, вот, говорят, что Сталин где-то лет в девять после очередной драки, там избиения что-то матери такой вот кинул в отца нож. Вот такое то есть доводит людей до такого. Естественно это все так же оседает. оседает в виде своеобразного мусора, диаметика это называют энграмами, ну, кто там из, так сказать, ученых гораз, на что назвать это так, это сяк, это по-гречески, это по-латыни, это там еще там как-нибудь. Я просто это все называю мусор, который начинает искажать отлаженную работу в полевой форме жизни. Полевая форма жизни в моем понятии это сумма полей информационно-аналитических, по которой строится физическое тело и по которым оно управляется и работает. если там имеются такие изменения, то вот заполучите такую вот вещь. Ну, например, так сразу скажу, допустим, Испух. Испух и возьмем так известную личность Майкл Джексон. Испух у него был, когда он снимался в рекламе, там пепсиколы и у него загорелась шевелюра. от осветительного прибора. даже ролик есть в интернете, как обезумевший. Майкл бежит, а вот это все горело у него горит. Вот как сказать бы, ну что-то такое, ну отгорело, там она не убила, тебя ничего не сделало. Вот, но вот вот этот страх так перетряхнул вот эту полевую форму жизни и оставил свои следы, то есть она стала неправильно работать, как бы сказать, вроде как по мелочи, а именно возникли белые пятна, которые называются витилиго. Да, вот как бы сказать, что это. Ну я со своей стороны хочу сказать другое. У меня тоже это витилиго. Вот, и первый раз она возникла от того, что у меня машина сбила в семь лет. Ну, бабушка одна вылила мне испух. Очень интересная методика. Опа! И они прошли. Как только они прошли в девять лет. Идя ночью в полусунном состоянии, я пугаю свою бабушку. Хопа! так я перетрухнул, так сказать. Просто что-то черное поднялось. То есть она с кровати поднялась, спросила, это ты и она. Вот, этого было мне достаточно для того, чтобы я вот этого нечто черного испугался, заорал, и она возникла вновь. И до сих пор благополучно со мною. То есть видите, вот это вот лечение там какое-то там мажем и так далее и тому подобное. Все это ерунда. Надо вот это вынуть. И вот когда выливали испуг, сейчас я прекрасно все так осознаю, что там, как там делалось, произошло сильнейшее расслабление и более того, и связывание этой энергетики, которая где-то находится вверху головы, потому что она осаждается на на воск. и это исчезло. Вот что надо сделать. То есть устранить, вытянуть. Ну, я так подрыву немножечко это сама растекаюсь, дабы, так сказать, лучший материал усвоился. Далее юность наступает, пора любви. я хочу любить. Жить уже, так сказать, женилки выросли у нас у всех уже в 14-16, а тем более 18 лет уже все. То есть человек, как половозрелый особ, он уже созрел для этого, но это делать там нельзя. Запрет. Ну, ладно, это, так сказать, оставим запрет, что любить нельзя. Это уже формирует некоторые, так сказать, зажимы внутри нашей полевой формы жизни. Далее мы любим, а кто-то нас не любит, особенно в юности. Ой, чувства, знаете, первые только возникают, никто нас не учит, как к этому относиться, и мы тут вот носимся со своими этими чувствами. Вот он любит, она не любит, или наоборот, или что такое, ой-ой-ой-ой, я страдаю. Вся эта у нас поэзия построена, на страданиях вокруг любви. Ты меня не любишь, я тебе тоже. И так далее. Опять оставляет след. И зависит от того, насколько человек, будем даже так говорить, насколько он силен, насколько он здоров, настолько он мощно может эмоционировать, переживать, волноваться, и за счет этого портить свое здоровье, портить свои вот эти вот тонкие тела полевую форму жизни, сворачивая вот эти вот все эти. А потом как их? Вот. Далее. Начинается там, ну, будет там трение с родителями могут быть. То есть ближние особенно сильно влияют на нас. Друзья, там, родственники, все, то есть от кого просто так не отделайся, с кем как-то мы связаны. Вот все это у нас оставляет свои следы. Получается человек, его, вернее, энергетика, полевая форма жизни вместо цельной такой структуры с правильной так сказать циркуляцией энергии гармоничной вот лично мне напоминает булочку напичканную изюмом, то есть с разного рода раковинами внутри, которые естественно мешают. То есть раковина стоит, грубо говоря, в районе сердца, печени, почек или еще там в каких-то других этих районах. И уже эта часть организма управляется не общим полем, она управляется вот этой вот болезнетворной энергией пережитого следа, то есть вот эту эмоцию, пережитое настроение и прочее, прочее, прочее. Все это значит отрывается, то есть образуется внутри полость, которая управляется совершенно иначе, нежели общий организм. И у кого вот этих полостей намного больше, тот естественно имеет хилое здоровье и меньшую продолжительность жизни. То есть вот эти собака зарыта. Понимаете? Далее зрелый период жизни, работа, там творчество, самореализация, ага, я там хочу музыку, допустим, сочинять, а у меня там допустим семья уже, двое деток, их надо кормить, пока я там научусь музыку сочинять или еще что-то делать. Есть-то нечего, и супруга на тебя будет смотреть, ё-моё, где ты, что ты, как ты тут это самое, нафига ты тут семью образовывал, чтобы начать заниматься там музыкой или еще что тебе по душе, или вот там путешествие там уйти, а вы тут как как это самое, как будете, так будете, то есть уже, смотрите, разлад в семье, какие-то проблемы в семье, какие-то заботы о детях, какие-то заботы о престарелых родителях, тоже сказываются, вот не зря говорят, грузом ложатся на плечи, и вот если человек этот груз, ну будем говорить, несет без радости, то есть, да, надо, он все это как-то решает, эти проблемы, все, то есть, для него это не проблема, просто, она просто жизненная ситуация, естественная, а для другого это проблема, вот как решать, что делать, как делать, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, опять-таки, из моей практики приходит случай, просто потрясающий, вот расскажу этот случай, так как я, вы видели, увлекаюсь видеофототехникой, я частенько бывал на ВДНХ, где и покупал, меня там нашел Максим, он сам, так сказать, знал меня, по книгам, там, по телевидению, значит, вот, и, как бы сказать, мы с ним задружили на этой теме, он мне там со скидочкой продавал видеофототехнику, вот, и я узнал его историю, историю, парень, вот, такого роста, как я, то есть, даже чуть повыше, чернявый, знаете, из-под Львова, украинец, такой вот, крепкий, видный, ну, все, знаете, вот, при нем, что случилось, значит, там он что-то там, окончил там школу милиции, все, карьерный рост обеспечен там, и мама там у него, там, и дяди, и все, знаете, нормально, вот, женился, хоп, а жена загуляла, то есть, от такого красавца, что там они, не поладили, это другое дело, я не буду, вернее, не вдавался в этот вопрос, потому что все-таки вещи интимные, о которых не говорят, но которые сильнейшим образом влияют на вот то, что я вам говорю, здоровье, продолжительность жизни, вот, он, естественно, развелся, забухал, все это, там опостылило, и он переезжает к дядьке в Москву, то есть, у человека создалось впечатление, как, знаете, ему наставили рога, он там какой-то неполноценный, при встрече с ним, он, возможно, даже ты не думает, а у него в голове мерещится, это так, мои предположения, что ты рогатый, что вот там тебе, это, жена, или там еще дурные вопросы, там, а что ты там развелся, что там, как там, знаете, хихиканье за спиной, и так далее, и тому подобное, это все в молодом возрасте, надо, опа, сильнейшую сворачивает, раковину, и, и не понимая, как из этого выйти, а просто, ну и хрен с ним, это просто не твой человек, развелся, да и все, дальше живи там, или там это, короче, он переехал сюда, женился, значит, мальчик у него, потом родилась у него, и там девочка, все, значит, ну вот, вот этот, понимаете, вот этот, вот этот, вот эта раковина, она не давала ему жить, вот вроде бы ничего этого нет, все нормально, а он не может, короче, бухал, добухался до того, чтобы схватило ее в сердце, и вот это его остановило, остановило, потому что он понял, что может помереть, видать, хорошенько все это его, прижало, а лет-то ему 38, ю-мо-ю, типовой сороковник у него 38 лет, ну ладно, и, перестал, значит, выпивать, все вроде нормально, даже начал там, гонять с Королева, на ВДНХ, на работу, значит, на этом самом, на велике, ну, там, спортом заниматься, все там такое, все, все хорошо, ну, знаете, вот вообще не чувствовалось там, какая-то, знаете, жесткость, вот так вроде все нормально, нормально, потому что-то такое, это такая раз, что, как бы, тебя отталкивает от этого, человека, ага, и потом он мне однажды, говорит, пришел, значит, мэром Собянин, он, значит, очень успешно торговался этим, ну, вот, знаете, у человека есть дар, торговать, клиентура наработанная, все, значит, это такой дар, значит, что Собянин собирается закрыть, все это дело реставрировать, а я вот взял кредит, несмотря на то, что у меня такая история кредитная, хорошая, вот, я купил машину, которая мне нравилась, там, Infiniti FX 35, там, а теперь она мне не нравится, вот, вот, надо вот этот кредит отдавать, вот, как-то я не знаю, что там, что там, как там, вот, 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 это такое он мне сказал, высказал такое вот, я, ну, ну, что, что тут, как бы сказать, посоветовать, и я вообще познакомился с его там тещей, с его там мамой, но встречались там, ну, там, обедали, вот, я уехал, через какое-то время, звонит его мать и говорит, а Максик во сне умер, то есть вот в этих заботах, в этих вещах, он настолько себя молодого, сильного, заубил, не отнесся к тем событиям, как к урокам, ну, да, урок такой, ну, то, ну, все, ну, пятое, ну, десятое, понимаете, он себя вот-вот-вот нашпиговал и умер во сне, ничем не болел, в этом, знаете, отношении, вот я все еще рассказывал, у нас был кот, этому коту выбили глаз, и вот за ним наблюдал, ну, 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 я в свое время стеснялся белых пятен, я стеснялся лысины, несколько, не стесняюсь, но так, что там показывать, что сейчас у меня тут свищу, там, некоторых зубов нету, вот, а этот кот без глаза никакого стеснения не испытывал, кошкам подкатывал, как ни в чем не бывало, там, то есть все там, грубо говоря, делал, будто, знаете, вот этот вот изъян в виде лишения глаза, да, ему это не касается, то есть вот интересное отношение, мы тут столько времени, я даже не молчу, столько времени и внимания тратим внешности, своей внешности, как мы выглядим, из этого комплексуем, что мы одели, как мы одели, все это там у нас, вот это вот, будем говорить, опять-таки, свои эти раковины дает в полевой форме жизни, ну, будем говорить, отравляет нам жизнь, а тут, без глаза, и пофигу, ничего его не отравило, он как живет, так и живет, хотя, и у животных есть свои, как бы сказать, там, насчет этого проблемки, ну, то совсем иное, вот отсюда и получается, подведем итог нашей беседы, то, что ни гены, там, ни другие факторы, там, питание, то есть, питание, да, какой-то есть, положительный момент, не без того, но больше всего, больше всего, вот я еще и подчеркиваю, важно правильно относиться к фактам и их толковать, верно, вот, что больший вклад в наше здоровье и в наше продолжительность жизни вкладывает, это наше эмоциональное спокойствие, все долгожители, кто? Пастухи, супер долгожители, те, которые прожили там, грубо говоря, от 140 лет до 160, пастухи, ни одного там горожанина там нету. То есть, я еще, уже, надо, повторюсь, скажу, что наибольший вклад в здоровье в это дает наше отношение к жизни, как мы реагируем на те или иные события, насколько мы в свою полевую форму жизни сделали дырявый, как швейцарский сыр с раковинами. Причем, видите, эти раковины могут нам уже дать, вот тут многое зависит от того, любят нас родители или не любят. то есть, когда мы не можем повлиять еще, особенно внутриутробное. Только столько факторов, значит, внутриутробное нормально прошло, нормальненько, все хорошо, детство, все это там нормально прошло, без всяких, нормально. и наконец-таки юность и зрелость и так далее. Насколько правильно мы относимся к жизненным событиям. И этого достаточно для долгой счастливой жизни. А если мы это не понимаем, не понимаем, бегаем, занимаемся, питаемся, а сами при этом недовольны чем-то, каким-то своим там состоянием внешним, финансовым, семейным, творческим и т.д. и т.п., то о здоровой и долгой жизни можете и не мечтать. Ну, на этом я закончу вот такую нашу длинную беседу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА